Отзывы вставить наших партнеров туда с фотографиями и вставить записанную еще одну презентацию, чтобы там было на выбор 2-3. Вы не знаете, как это делать, или вы не делаете этого, или вы не понимаете, или вы недооцениваете, или вы не хотите. Это как ездить на машине без колес. То есть вот примерно вот такая ситуация, чтобы вы понимали. Окей, поехали. Значит, первое это система. Мы каждому дадим систему. Значит, она будет выглядеть... Система состоит из трех частей, так скажем. Вот она, я вам показываю сейчас снимок экрана. Не снимок экрана, а показывает вам экран. Так, сейчас загружается. Вот, вы видите сейчас мой экран. Значит, вот мы заходим, то есть у вас будет страничка, и вот вы на эту страничку будете заходить. Главная страница. Добро пожаловать в Triumph. Premium System. Мы назвали нашу команду таким образом. Мы искренне поздравляем вас с переходом вашего бизнеса на новый уровень. И здесь будет видео. Будет специальное видео о том, как работает эта вся система. Окей. Дальше. Здесь есть несколько страниц. У каждого будет своя ссылка. И вот сейчас мы зайдем на лендинговую страницу, например. То есть у нас существует с вами три страницы, которые у нас с вами будут. Регистрация в Triumph. Это для ваших партнеров. То есть, так? Это для тех людей, кто хочет уже заниматься бизнесом, и кто подключился уже. Вот эта система. Это регистрация в Triumph. То есть вы человеку своему даете эту ссылку, и вот он уже будет уже у вас в дереве. И вы сможете уже видеть, кто в вашей команде уже из ваших дистрибьюторов уже здесь есть. И вот сюда внизу мы будем вставлять отзывы по бизнесу. Вот здесь фотографии, отзывы, фотографии, отзывы. И вот здесь все написано. Автоматизация бизнеса, пошаговое руководство, инновационный подход к бизнесу, новейшие методы, трава. Так? Современные стратегии. Сюда человек заходит, нажимает кнопку регистрация, и здесь его имя и логин. Все. Хорошо. Значит, дальше. Следующее, что здесь будет еще, это регистрация на вебинар Окса. То есть, когда вы людей теперь приглашаете в бизнес, вы сможете им давать две ссылки. Одна это, например, если человек хочет посмотреть вебинар, вот, где-то вы раскидываете эту будете ссылку, например, то здесь уже сразу презентация Окса, здесь будет ссылка на живую и онлайновую презентацию. Вы сможете, здесь будет расписание, да, то есть человек сможет, если он захочет на запись посмотреть, то кнопка запись. Вот, нажимаем. Наверняка вы уже слышали об инновациях, которые помогают людям в сложных ситуациях. Понятно. Так? Дальше. И вот он, видите, хочет участвовать или смотреть в записи. Он нажимает там участвовать. Это вот сюда надо как раз нам вставить ссылку на нашу вебинарную комнату. Это будет еще сделано. Так, вот, мы закрываем. Значит, вот это вы посмотрели уже, быстро я вам показал. Вот здесь будет запись на презентацию или смотреть в записи. Вот в записи мы тоже сейчас не вставили сюда. Так. Но это все мы сейчас будем доделывать. Так, это буквально там один день за сегодня мы это сделаем. Меня попросили записать еще одну новую презентацию, которая будет вставлена. Там есть Николай Лобанов презентация, на 30 минут уже вставлю. И вот лендинговые страницы для регистрации вообще в бизнесе. Здесь есть все. Здесь человек заходит, будет с вашей ссылкой здесь будет. Главный продукт, исследование, маркетинг, отзывы, регистрации, контакты. Вот человек заходит на главную. Ну и вот эта страница открывается. Открывает продукт. Съезжает о продукте. Исследование. Чик. Исследование. Смотрите. Видео. Красивые лампочки. Что энергетическая мощность человеческого фона. Биологический возраст. Что-то тут написали. Видео тут, например, стоит. О продукте. Вы можете жить лучше. Я хотел бы представить вам инновационный продукт. Как раз видео Николая Лобанова здесь стоит. Озвучено очень хорошее. Здесь голограммы. Real time relief. Ра-ла-ла. Так. О продукте. О компании. То есть видите, человек вот так вот все смотрит, 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 смотрит. Голограммы. Так. Здесь вот он дальше смотрит. Узнать подробнее. О бизнесе здесь пошла тема. Тут Bugatti такая выезжает модная такая интересная. Тут яхта такая с деревянной палубой модная тоже. Дом неслабый такой с подсветочкой. И это еще не все. И вот самый прибыльный план выплат. Здесь опять презентация. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему так мало историй успеха в сетевой индустрии? Так. Сейчас. До презентации мы не дошли. Здесь вот как раз, что говорят люди. Здесь регистрация. И вот презентация. А, здесь регистрация в компании. Приветствую, друзья. Это видео поможет вам правильно пройти регистрацию на сайте. Здесь видео, как правильно зарегистрироваться. Внизу ваши контактные данные. Ваша фотка, ваш скайп, ваш дикей, ваш телефон. Вот такие дела. Это вот лендинговая страница. Поняли, да? Теперь, здесь есть статистика. То есть вы будете видеть, например, кто по вашим лендингам страницам зашел, сколько людей кликнуло, сколько новых регистраций, сколько вошло. Вы можете видеть здесь свою команду. Моя команда. Это вот вы будете видеть фамилию, телефон, скайп. Вы можете, то есть когда вашу лендинговую страницу люди будут где-то там искать, смотреть, они просто здесь будут добавляться в эту систему. И все, что вам нужно будет делать, это просто выбирать этих людей и связываться с ними. Не самому разыскивать там, да? А они уже заинтересовались. Например, вы ссылку кидаете в социальных сетях. С видео ваша ссылка, например. Люди заходят, смотрят, они регистрируются на этой лендинговой странице. И вы здесь в системе получаете людей. Имя, телефон, скайп, дата регистрации. Все, что вы делаете, вы потом с шелаком связываетесь. И он у вас уже в системе. Вы помогаете ему подключиться в бизнес. Дальше здесь сейчас будут материалы для как строить бизнес. Сюда мы сейчас наполняем этими материалами. То есть маркетинговые материалы. Вот это сейчас мы, эту часть бизнеса мы обновим. Здесь ваш профиль. То есть какую вы хотите, чтобы люди видели вашу фотографию здесь, да? Например, вы можете... И так далее. Поменять все свои контактные данные. Дальше вы можете видеть спонсор, вы можете видеть все, что хотите, короче. Контакты. То есть если человек хочет связаться с нами, то здесь у нас оставить свое сообщение, он сможет с вами связаться. Здесь есть поддержка. То есть вот эта часть бизнеса я вам показала. Это то, что сейчас мы запускаем буквально день-два. И то есть вот эти моменты, которые остались туда делать, мы их доделаем. Поставьте какой-то отклик, понравилось ли вам то, что я вам показал. То есть насколько вам это понравилось, насколько вы увидели, какая это будет система дубликации. Тут у нас 56 человек, которым я сейчас это показал. Ну, отлично. То есть если вам это понравилось, то мы продолжим это делать. Да, то есть шлифанем и все доведем до умата. С этим можно будет работать уже. Хорошо. Теперь переходим... Лене дизайн не понравился. Дизайн плюшевый. Ладно. Все, продолжим тогда. Значит, это сейчас мы доделываем. Всегда можно что-то улучшить. Не проблема. То есть одно дело вообще, когда ничего нет. Дое дело, когда это в таком виде. Хорошо. Теперь поехали дальше. Значит, переходим теперь ко второй части Морлезонского балета. Как я веду дела, да? То есть как я управляю бизнесом на основании статистик. Я сейчас вам подготовил пример. Сейчас тоже вам покажу эксельную таблицу. Но прежде чем к этому части переходить, я хотел бы кое-что нарисовать, чтобы было понятно. Изначально. Значит, первое, первое, наперво, надо понять, за что вам платят тут деньги. То есть первое, первое, что мы хотим с вами понять, за что нам платят деньги. То есть в любом бизнесе, в любой деятельности, в любом бизнесе, в любой деятельности, которую вы начинаете. Давайте так, я сейчас на примерах. Например, водитель троллейбуса. У вас есть водитель троллейбуса. Он такой пьяненький такой, еле тут такой. За что ему платят деньги? Ему платят деньги, например, там 8 долларов в час. Вот здесь в Америке. 8 долларов в час. Он ездит. И ему, что он по кругу мотает эти круги. И по сути у него статистика. Какая у него статистика? У него на графике статистика, это, допустим, слева, это количество часов. Здесь день. Слева здесь день. Или дата. А здесь количество часов. И, например, сегодня, вот у нас, допустим, 1 ноября, он проехал 1 час. Допустим, тут на следующий день 2 часа, потом 3 часа, потом 5 часов, потом 7 часов. Потом он забухал. 0 часов. Видите? А нормальный рабочий день, потом он пришел в чувство, ему лишили его зарплаты, наказали. Он стал как шелковый работать каждый день по 8 часов. Все без сбоев. Потом у него троллейбус ломался, опять он стоит. Опять ему дали новый троллейбус, видите? То есть мы измеряем количество часов. Это очень простая схема. Водитель, троллейбусы, очень все просто. Но вы, как руководитель, глядя на этот график, можете посмотреть и сказать, слушай, а почему здесь график упал вниз? И, как я уже говорил, здесь всегда есть этому объяснение. Вы не можете просто говорить, ну, погода была плохая, или он не встал на стой ноги. Вы всегда можете зайти и узнать, а что повлияло на то, что эта статистика упала вниз. Но первое, что я хочу у вас, к чему я хочу подвести, что всегда любую деятельность можно измерить. И любую деятельность можно вывести в Excel. И любую деятельность, по любой деятельности можно построить график. Если вы не можете построить график, вы не понимаете, чем вы занимаетесь. Поэтому мы переходим к следующей странице. Еще пример. Еще пример. Человек, который печет хлеб. Человек, который печет хлеб. То есть, сколько булок в день он испек? Булок в день. Итоговая статистика. Может быть, булок в час, или булок в неделю, или булок в месяц. Но идея такая, что он также измеряет количество испеченных булок в день. Он может измерять количество возвращенных булок, потому что они плохие. То есть, например, он испекает булок вот столько, а возвращает ему, обратный график будет, например, возвращает ему вот столько. Или вообще ноль возвращает. То есть, всем все нравится. Еще пример. Ваш доход. Здесь, сколько вы зарабатываете ежедневно. Это ваши дни. Например, там 100 долларов в день, потом 250, 750. Бас. Вот ваш доход. Ну, туда-сюда, вот он как-то там колеблется. 500 долларов в день, 700 долларов в день, допустим, нормально. И потом что-то происходит, и ваша статистика падает вниз. Или она идет... Ну, мы сейчас об этом поговорим, что с графиком бывает. Но просто суть в том, что для начала хочу вам проявить идею, что все можно измерять. И это ваш доход. Можно также измерять расход. То есть, расходы мы будем... Есть расход, мы стараемся делать, уменьшать. Правильно? Чтобы у нас резервы были. То есть, наша задача иметь резервы. То есть, это хороший график. А когда у вас расходы будут... Давайте на новом графике сейчас сделаем. Это вообще отдельная тема. Но вы сейчас поймете суть. Я не пытаюсь это усложнить, я пытаюсь сделать это понятным. Вот это график вашего дохода. А здесь график вашего расхода. График вашего расхода. Обратно. У вас бешеные расходы, бешеный минус. Минус тысячи долларов в день. А зарабатывает человек плюс семьсот. Понимаете? То есть, не сходится. Это минус. А это плюс. То есть, обратный график. То есть, его можно перевернуть. И можно сделать итоговый. То есть, например, итоговый график. Это доход минус расход. Доход минус расход. И минус резервы. То есть, даже такие вещи можно исполнять. И вести график. Например, вы знаете, что доход ваш 100 долларов. Расходы в сутки у вас 50. И в резервы вы откладываете 15-10%. Еще 10 долларов. То есть, вот у вас осталась ваша политика, например, что вы 10% все время в резервы откладываете. Несмотря ни на что. Никогда их не тратите. И вот получается, что деньги, которые вы можете просто на какие-то другие статьи затрат пустить, это составит всего 40 долларов. И вот этот график ваш постоянно идет. Вы измеряете график чистого дохода. 40 долларов. Ну ладно. То есть, я передаю вам идею, что здесь можно все измерять. И теперь мы перейдем к нашей деятельности. Чтобы вы увидели. Я не пытаюсь это сделать сложным. Итак, из чего состоит наша деятельность? То есть, на самом деле, профессионалы сетевого бизнеса вам расскажут, деятельность состоит всего из 4 шагов. Первое. Это пригласить. И коротко заинтересовать. То есть, ваше приглашение – это коротко заинтересовать. Коротко заинтересовать. Это не продажи по телефону. Это примерно 1 минута. Если ваш разговор затягивается больше, чем на 1 минуту, вы неправильно приглашаете. Больше 2 минуты – это что-то идет чертовски неправильно. Вы делаете презентацию по телефону – это чертовски неправильно. То есть, мы говорим пригласить. Что такое пригласить? Например, вы хотите сделать день рождения или свадьбу? Свадьба. Вы составили список людей, кого бы вы хотели пригласить на свадьбу. Это шаг номер 0. Шаг номер 0 – это список. Свадьба. Что вы делаете вторым действием? Мы его называем первым. То есть, пригласить. Алло, Вася, привет. Слушай, мы тут свадьбу решили замутить. Тебе как? Было бы интересно с нами потусоваться. Мы вот отмечаем такого-то числа. Он говорит, о, классно. Приеду. Ну, хорошо. А он говорит, а что будет в программе? Чувствуете? И вы не начинаете ему рассказывать, что будет в программе. Вы ему говорите, ну ладно, смотри, мы тебе видео пришлем, что-то в программе. Давай, пока. Поняли? То есть, шаг номер 0. Шаг номер 0 – это мы даже не обсуждаем. Это список. То есть, мы это все знаем. Список надо составить. Но мы говорим сейчас про шаг. Это уже реальное действие. Это пригласить человека. Шаг номер 2 – это показать презентацию. Показать видео. Шаг номер 3 – это трехсторонний разговор. То есть, человек посмотрел видео про свадьбу, и вы ему говорите, сейчас, подожди, я тебя со своей невестой соединю, мы тебе там расскажем, как это будет классно, она тебе дополнительные данные даст. И, например, Вася, ваш друг, вы и ваша невеста, вы втроем быстро обсуждаете. Вы ему говорите, слушай, ну мы отмечать будем на пляже, на Ханимунайланд. Мы там приглашаем Джону Траволту и Киану Ривз, и приедет еще Белуши, и, короче, мы там будем кататься на водных мотоциклах и заниматься еще, там, не знаю, летать на парашютах программе. И будет море еды и море выпить. Он говорит, о, классно, а какие там туда-сюда. Поняли, это называется трехсторонний. И четвертый шаг, который вы делаете, уже сам факт регистрации. Итак, я просто надеюсь, что здесь слушают меня люди, которые вообще новички в бизнесе, поэтому я раскладываю все разжевываю. А старички просто убеждают, что я правильно веду дела. Итак, четыре всего шага, ребята, их легко запомнить. А пятый шаг, это идете в банкомат, снимаете деньги. Итак, пригласить, коротко заинтересовать. Алло, Вась, привет. То есть, как приглашаете? Алло, Вась, привет. Слушай, а тут новый начал динамичный бизнес. Тебе было бы интересно зарабатывать 100, 200, 300, 400 долларов, 500 долларов каждый божий день наличными. Он говорит, охрененно. А что надо делать? Так, ты найдешь 20 минут видео посмотреть? Да, найдешь. Вот это, найдешь 20 минут видео посмотреть, это уже шаг номер два, показать видео. Окей? Третий шаг, это трехсторонний разговор. С кем вы делаете трехсторонний разговор? Желательно делать его с вашим спонсором. Если спонсора нет, с кем угодно, с вашим ниже стоящим любимым партнером, можете делать это трехсторонний. Но вам нужно заранее потренироваться, как вы это делаете. Значит, я чуть-чуть позже об этом поговорю сегодня, помочь вам. Но я сейчас хочу сакцентироваться на этих четырех шагах. Трехсторонний занимает примерно 3-5 минут. Если трехсторонний занимает больше времени, чертовски все неправильно. Если человек видео вот это недопосмотрел, шаг номер два, если этот человек не посмотрел видео, недосмотрел видео, вы к шагу номер три просто тупо не переходите, вы его возвращаете на шаг номер два. Понимаете? Если человеку вы также спамите видео сразу же без шага номер один, без приглашения, это называется навязывание, тоже ничего не произойдет. Вы уловили идею. То есть заинтересовать – это крайне важный фракт. Заинтересовать. Я сейчас объясню, почему это крайне важный факт. Потому что существует эмоциональная шкала тонок. Например, здесь внизу смерть. Ну и физическая смерть. Здесь внизу, например, здесь ниже апатия. Здесь, например, страх. Здесь, например, у человека гнев. Там есть много-много еще других составляющих. Здесь, например, у человека есть скрытая враждебность. Он вам улыбается, а сам, например, про вас гадости в интернете пишет. Скрытая враждебность. С вами мил, а на самом деле за спиной нож. Скрытая враждебность. Понимаете, да? Здесь, например, есть... Гнев, кстати, повыше. Гнев вот здесь. То есть гнев, он явно это показывает. Хорошо, дальше поехали. Здесь выше, например, есть антагонизм. Выше, например, есть состояние, когда человек... Так сказать... У нас здесь есть консерватизм с вами. Мы это рассмотрим, мы на это посмотрим. Консерватизм. Здесь есть слабый интерес. Здесь есть интерес. Здесь есть веселье. И здесь есть энтузиазм. Дальше есть еще выше состояние, например, деятельности, игры. И еще выше состояние. Но я просто вам хочу показать, что вы видели в жизни людей, которые кричат. Вот. Гнев. Они орут на вас, когда люди кричат. Это ясно, что они не говорят правду. То есть это всегда гнев, это всегда ложь. Например, скрытая враждебность. То есть человек боится быть распознанным. Потому что если о нем разузнают, что он делает за спиной, то он, значит, может пострадать. Страх. Это человек уже проиграл. Он уже боится. Апати уже сдался. Смерть. Уже все. Труба. Ласт и склеер. Например. Здесь есть еще такой. Например. Например, между консерватизмом и антагонизмом есть такое, как незаинтересованность. Незаинтересованность. Чуть-чуть выше есть удовлетворенность. Понимаете? То есть если человека вы не подняли в область интереса, что вот здесь. Это видите? Вот посмотрим так с вами. Вот здесь незаинтересованность. До незаинтересованности это отрицательная шкала. Выше это положительная шкала. То есть это можно... Людей можно поднимать, ребята. Чтобы вы понимали. Людей можно поднимать. Вот сюда. В принципе, в этом и есть наша задача, что стоит. Человек сидит дома в страхе. К нему стучатся в дом налоговые инспектора и люди за деньгами. Он сидит в страхе. Он боится к телефону подходить. Ну, понимаете, да? Его надо как-то вот сюда наверх выдернуть в интерес. Что мы можем помочь ему справиться. Что мы можем заработать денег. В гневе человек, например. И на него кто-то там тоже наорал. Вы оскорбили. Вы ему звоните. Он на вас этот гнев выплескивает, да? То есть это не то, что человек плохой, либо вы плохой, либо что-то плохое предоставляете. Это надо просто чуть-чуть... Ну, вы это знаете, я... Не то, что... Но я хочу вам объяснить, что люди начинают что-то делать, когда они находятся в положительных тонах. В положительных тонах. Это энтузиазм ниже. То есть там... То есть... В общем, поняли. Незаинтересованность. Ну, так он сидит вялый, да? Это консерватизм такой. Ну, что вы мне можете предложить такой, да? Я на это посмотрю. Например, слабый интерес. Ну, ладно, давай, скидывай ссылку. Сильный интерес. Ух ты, классно. Давай, скинь. Я посмотрю. Энтузиазм. Вау, супер, блин. Вот это да. Да, я посмотрю. Поехали. Деятельность. Человек стучит кувалдой. Давай будем звонить сейчас, презы накачивать, презентации. Это уже деятельность, да? Игра. Еще выше. То есть люди... Там есть еще веселье, люди хохочут. То есть это хорошие, позитивные тона. Вы в них хорошо себя чувствуете. В негативных тонах вы себя плохо чувствуете. Почему я вам это рассказываю? Потому что вы можете... Ваша задача дернуть людей в интерес. Заинтересовать. То есть вы должны стать мастером, делать шаг номер один. Вы должны стать мастером, заинтересовать. Вы должны стать мастером, быстро человека выдернуть из его вот этой, куда он провалился по эмоциям, да? На самый верх. Потому что... Сейчас чуть-чуть больше вам дам данных. Потому что эмоции напрямую связаны с действиями. Вот это самое, наверное, основное. Эмоция, она показывает действие. Она показывает действие. Что происходит? Например, человек в апатии сидит. Вы можете руку у него взять, переставить его руку на колено, он так и будет сидеть. Вы можете ему пистолет показать, он так и будет сидеть. Вы можете 100 долларов ему показать, он так и будет сидеть. В страхе. Вы человеку дадите, показываете 100 долларов, он будет бояться их взять. В страхе. Он будет убегать, прятаться и так далее. То есть действия по сжателю, да? Например, в скрытой враждебности или в гневе. В гневе. Человек на вас, наоборот, набрасывается, кричит и так далее. Видите? Брыжет слюной. То есть, видите, какие действия? Разрушительные действия. Так? Здесь вот так. Например, вне заинтересованности сидит, ну, ничего вообще как бы не шевелится. В удовлетворенности. Тоже действие такие сидит, ну, в более высоком настроении, но тоже ни черта не делает. В слабом интересе готов чуть-чуть пойти что-то делать. Эта шкала, ребята, это очень большая мудрость на самом деле. Вы, могу сказать, даже в состоянии здоровья вы можете оценить, кто как здоров, кто как болен. Где какие деньги и так далее. Вы можете все это из этого, вы, как бы, много мудрости из этого можете вытащить, но я хочу просто вам объяснить, что эмоция показывает действие. Например, если вы начинаете человеку, он в гневе, а вы ему продвигаете бизнес, то на выходе что у вас будет? Он будет ваш бизнес оскорблять, разрушать, портить, то есть обратное действие по разрушению. Где шкала, где люди будут что-то созидать, в какую-то сторону вместе с вами двигаться? Это позитивный тонак. Окей. Значит, деятельность, энтузиазм, вот это простые вещи, которые нас с вами интересуют. Вот это верхняя шкала. Поэтому вы должны стать мастером по приглашению. Это не сложно. Это просто вы действуете, и вы каждый, как катаешься на велосипеде. Первый день упал, второй день упал, третий день упал, четвертый день упал, пятый поехал, шестой поехал, седьмой упал, восьмой поехал, и потом всю жизнь больше никогда не падаешь. Так же с мотоциклами, так же с готовкой на кухне. Первый день обжегся, второй обжегся, третий обжегся, на четвертый не обжегся. Первый день блины плохие, второй день хороший. Это заложено в природе человека обучаться, и я просто вам хочу сказать, чтобы вы не думали, что какая-то тут За этим стоит большая трудная наука и этому надо 100 лет учиться. Итак, шаг номер один, что мы будем с вами измерять, я перехожу теперь плавно к статистикам, это позвонить или назовем это связаться. Я не люблю переписываться в контактах, в одноклассниках и в фейсбуке, нету, это затягивается все, поэтому я пишу позвонить. Ваша задача через фейсбук вытащить человека на контакт и созвониться с ним, поэтому позвоните, мы будем измерять количество звонков, именно это количество звонков. Или количество таких контактов заинтересовать. Заинтересовать. И такой заинтересованность, такой разговор занимает одну-две минуты максимум. Алло, Вась, привет, привет, есть полминуты времени? Да, есть, что случилось? Слушай, я тут начал новый динамичный бизнес, тебе было бы интересно зарабатывать 100, 200, 300, 400 долларов каждый день наличным? Это решил бы твою проблему? Вау. Слушай, или, слушай, мы сейчас начали новый бизнес, нам нужен толковый человек, который возглавит целый регион, можно зарабатывать 15-20 тысяч долларов в месяц, ты как? Вау. Если человек, ну нет, мне это не интересно, вы понимаете, что человек где-то внизу провалился, где-то там в апатии, такой, что пора ему уже магийно-трезвый заказать. Все, вы говорите, а ну ладно, не хочешь пока? Вы даже не тратите время. Одна минута. И мы с вами будем измерять количество таких звонков. Шаг номер два, это очень просто, это ссылку скинуть на презентацию, это вы знаете, а что ТП, две точки, косая черта, Окса, ВВ, онлайн. Это любой человек может это сделать. Любой человек может сделать шаг номер один, любой человек может сделать шаг номер два, любой человек может сделать шаг номер три, трехсторонний со спонсором. Это по телефону, по скайпу, по фейсбуку, по эстайму, с чему хотите, или там, хэнгаут. Любыми путями, чтобы был разговор, вы, ваш спонсор и ваш человек. Все, втроем. Что, какие темы вы тут обсуждаете? Это я уже сказал, повторюсь, 3-5 минут максимум. Если разговор затягивается за 3-5 минут, вы сами уже по настроению падаете, вам уже самому ничего не охота. Поэтому здесь просто вы задаете человеку вопрос, что тебе понравилось, что вам понравилось, что вы для себя отметили, что вам понравилось. Даете человеку высказаться. Второй вопрос у человека, задаете вопрос, как бы ты хотел работать на частичной или полной занятии, если бы ты подключался. Третий вопрос, если бы ты знал, что бизнес тебе будет приносить 100, 200, 300, 400, 500, 700 долларов каждый божий день, ты бы нашел 180 долларов, подключился. Конечно, он же не идиот, он нашел бы. И шаг номер четвертый, это ты сколько будешь себе бизнес-мест брать, одно или три? Он говорит, ну я буду брать три. Ну хорошо, и вы немножко быстро свой успех рассказываете. Не надо ни про какие медицинские там справки рассказывать, не надо ни про какие там сертификаты. Ваша задача сократить вот эти разговоры, ваша задача быстрее сократить. Если они не сокращаются, вы опять чуть-чуть дали информацию, опять пытаетесь сократить. Они не сокращаются, булочка с вами. Если они не сокращаются, ваша задача быстрее, потому что вы хотите… Булочка всем говорит привет, она там на заднем плане. Значит, поняли, да? И теперь, шаг номер четыре, это регистрация, это собственно вот деньги. Потому что что вы делаете? Вы делаете, вам деньги платят когда? Когда человек заходит в окс и становится вашим партнером. Вот, он должен появиться в вашей структуре. Вот когда человек сюда попал, вы получаете свои 50 долларов. Когда у ваших людей так же люди сюда попадают, вы получаете свои бонусы, там 30 долларов, там, или там примерно 10% от бонусов от этих людей. С определенного карьерного ставства. То есть, ваша задача расширялась, чтобы команда, все, деньги. Поэтому мы с вами будем измерять. Теперь возвращаемся к графику. Теперь вы готовы к тому, чтобы посмотреть на управление по статистике. Мы не просто сами. Значит, вот простая табличка, вы можете сами это все сделать. Здесь у вас дата. Это 1 ноября, 2 ноября, 3 ноября, каждый день, просто тупо. И вот вы здесь отмечаете, сколько звонков в день вы сделали. Я от балды здесь написал, например, 2, 3, 4, и допустим, специально мы здесь пишем 50. Это простой банальный Excel, ребят, ничего сложного нет. Смотрите, что происходит. Вы сделали 2 звонка в день. Сколько людям вы показали презентацию? Одному в день, на следующий день вы 2 людям показали, там, 3 людям, да? Здесь вы никому не показали, здесь вы никому не показали. Тут 15 человек посмотрело, тут посмотрело 15 человек, тут у вас 1 посмотрел. Какие-то у вас числа будут, понимаете? И здесь я вам привел график. Вот как вы график делаете? Очень просто. Вы выбираете дату и параметры. Вот здесь у вас, вот наверху здесь это построить график. Нажимаете выбрать, выбрать. И вот у вас нарисовался график. Почему он отличается от того, который здесь? Потому что тут еще очень много параметров. Потому что тут сразу параметр 60 влился. Вы сразу выбрались в изобилие в какой-то бешеный. Видите? А здесь он просто маленький. То есть если отсюда уберу 50, то вот здесь будет число, здесь можно вот так управлять. Сейчас, секунду. Это вообще все может управлять. Нажали. И вот тогда он будет одинаковый. Видите? Вот. То есть что показывает нам этот график? Мы на него теперь смотрим. И сейчас мы вот эту штуку удалим, чтобы он не мешал. Что показывает вам этот график? Во-первых, вы отмечаете. Потому что если вы не отмечаете, сколько вы сделали, у нас нет учета с вами, сколько вы на этом троллейбусе проехали часов в день. Или сколько вы заработали в день. Или сколько хлеба вы выпекли в день. Понимаете? Вы не знаете тогда, чем вы вообще занимаетесь. Если вы ведете график, вы как бы умственно и физически, и всеми с вами, вы понимаете, чем вы занимаетесь. Какой у вас пост, какая у вас обязанность. Поэтому вы отмечаете на графике числа вашу производственную активность. Если у вас нет трехсторонней, ноль ставите. Вы не делаете трехсторонней, понимаете? Допустим, вот у вас ситуация, вы не делаете трехсторонней вообще. У вас это отсутствует, как шаг бизнеса. Тогда у вас будет график всегда внизу. А здесь, например, деньги. 30, 30, 30 и больше ничего не растет, например. Вы думаете, елки зеленые, почему у меня чек не растет? И вы начинаете смотреть. Блин, так я ж не делаю трехсторонний разговор. Помимо, сколько раз уже говорю. Я их не делаю. Начну-ка я делать трехсторонний. Два, три, три, пять, 34. Это я загнул, никто не встанет за трехсторонний. Допустим, пять. И вдруг чудесным образом начинает ваш чек расти. 180, 180, 280, 390. Вы такие, елки-палки, что я делал такого, что меня привело к успеху? Вы начинаете смотреть. Блин, так я начал делать живые презентации. Я начал приглашать там по 12 человек там. Видите? Я начал делать трехсторонний качественно. У меня вырос чек. Что я хочу вам сказать? Что вы, глядя на эти цифры, вы можете себя контролировать. Вы можете видеть, что вы делаете. Вы отмечаете ситуацию. И, кстати, будет неплохо здесь вот сбоку писать, например, текущий комментарий. Например, что вы делали. Например, презентация была в центре торговли на красной презе. Преза была. Или я, например, там. Вы, например, болел там. Понимаешь? Или ты, например, там поехал, делал там тусовку на 15 человек где-нибудь там в пансионате. Или я не знаю что. То есть вы каждый день что-то отмечаете, что было. И тогда позднее вы можете как бы соединить график. Он упал вниз. Видите? 11 ноября. Что было 11 ноября, например? О, да я на 11 ноября никого не пригласил. А почему я никого не пригласил? Да потому что я... Да потому что мы поехали не работать, а бухать. Вот и все. Так елки-палки, это бухалово не приводит к деньгам. Все, нафиг эту водку. Будем только работать. Все. Дальше. Вы сравниваете. Вы понимаете, у вас будет не один график, а у вас будет по каждому... По каждой колонке, как это делается. Сейчас тоже покажу вам. Уберете так... Сейчас. Уберете, например... Давайте я сейчас, чтобы вам было понятно. Я вообще качественно сделаю. Сейчас. Вы по каждой колоночке берете отдельный график. У вас несколько графиков будет. Смотрите. Раз. Сейчас увидите. Это нам не нужен. Вот ваш график, например, по второй колонке. Это количество показов презентации. Видите? Здесь можно все изменять. Получается, что вы можете смотреть по каждому графику, вести состояние, понимаете, вести анализ. Что произошло? Почему вы не делаете презентацию? Почему вы не показываете видео? Почему вы то, почему все? Это не занимает много времени, ребята. Это покажется вначале какой-то тухляк. Но на самом деле это очень интересно. И это полезно. Это приводит к деньгам. Большим деньгам. Вы тогда профессионал, а не любитель. Значит, еще раз я хотел бы остановиться. Что дает вам эти графики? Вы отмечаете графики. Вы сравниваете один график с другим. По логике, если вы работаете профессионально, методично каждый день, у вас все графики должны быть вверху на ежедневной основе. Все графики, когда вы работаете безалаберно, у вас графики будут в черте как. Чем точнее вы работаете, тем всегда и методичнее, чем все графики ваши наверху. Вы улаживаете почему? То есть, когда вы видите, что у вас внизу просадка, вы всегда находите эту причину, просадка. Что произошло, вы видите, вы это улаживаете. Таким образом, раз вы это уладили, вы дали себе повод, шанс, даже не шанс, а научную базу подвелись сюда к тому, чтобы ваш график пошел вверх. Вы делаете работу над ошибками. Раньше бухал, поздно вставал, теперь не бухаю, рано встаю. Так, вы не оправдываетесь, что у меня нет денег. Потому что теперь то, что я вам рассказал, у вас нет причин говорить о том, что у вас какие-то другие есть причины, почему у вас график внизу. Вы можете это все изменить. Так? Вы не гадаете и не слушаете слухи, например. Этот человек плохой, тот человек плохой, а этот козел, а этот не козел. Вы, как руководитель, на это вообще... Ну, вы можете это услышать, но обращать на это внимание, нет. Вы смотрите на статистику. Вы смотрите на статистику того человека, который вам говорит, и на статистику человека, про которого вам говорят. Вам о ком-то говорят плохо, что он плохой лидер, он плохой дистрибьютор, он плохой, он такой-сякой. Да, он плохой. 98 личных регистраций, 2000 человек в команде, средний чек 700 долларов в день. Он плохой. Слухи и мнения. Вы можете заставить график идти вверх. Потому что вы всегда можете найти причины, которые обвалили этот график. Всегда эти причины исправить. И заставить дела идти правильно идти вверх. Ну вот, в принципе, это основа управления на основании статистик. Это то, что я... Меня попросили рассказать. Я надеюсь, что... Я могу показать мой график, значит, смотрите, что... Сейчас я покажу. Вот то, что сегодня у нас, на сегодняшний день. Вот, например, график. И, соответственно, я сейчас пример приведу. Вот здесь вот у нас, вы видите, это... Сейчас скажу. Здесь у нас ничего не работало. Так, я сейчас скажу. Вот, например, показательный пример. Это сентябрь. А, это не полный график, ребят. Сейчас, это не тот эксенит таблицы. Сейчас. Это не тот график, я просто сейчас не рыться. Просто вам пример приведу. Это я сделал график дохода, например. Вот вы видите, например, здесь просадка по доходу. Здесь всегда была причина, почему. То есть, потом мы провели тренинг, провели разъяснительную работу, график пошел вверх. Потом здесь опять кое-какие косяки в компании. Мы опять стали улаживать и так далее, и так далее. То есть, вы все время над этим наблюдаете. Вот. Ну, то есть, вот. Вы можете также распечатать из своего бэк-офиса график вашего дохода. В вашем бэк-офисе есть комиссия, раздел комиссии, и там эксельный файл. И вы можете сделать выгрузку в экселе, это тоже будет показатель вашего дохода. Вот. Вот, в принципе, это основа. Ребята, вы же как понимаете, колхоз делает добровольно. Вы хотите, делайте, хотите, не делайте. Это не обязательная тема. Кто-то плывет по течению, а кто-то, например. Но я вам могу сказать, что это научная основа, это научный подход к бизнесу. И это то, что делает команда большой. Вот, собственно, если вы хотите больших чеков по-настоящему. Большие чеки, я считаю, хотя бы от 1000 долларов в день. Каждый человек, ребята, значит, вы, каждый человек может стать таким, каким вы только хотите быть. Вы можете стать самым успешным, вы можете стать самым большим чеком на планете, вы можете стать самым успешным сетевиком на планете, вы можете быть кем угодно, самым успешным музыкантом. И все зависит только от вашего решения. Вы считаете, вот Света Свистовская написала, что делают меньшинство, делают только успешно, их меньше. Ну, мы только что с вами разбирали шкалу ТОНО, и я сейчас объясню вам, почему некоторые люди не делают. То есть много хороших ребят, но почему некоторые не делают. Вот это жизнь, это настоящее время. Это прямо здесь и сейчас. А это, например, 10 лет назад, минус 10 лет назад. И вот человек, Вася Пупкин, он начал бизнес, он поднялся на высокую гору, много бабок заработал, да. Тут приехали братки, стучали ему по голове, он нашел себя в реанимации, и у него вот это воспоминание о том, как ему было херово, и бабки у него отняли. А теперь в настоящее время у него же есть это воспоминание, понимаете, оно никуда не делось. Нет же у вас рюкзака, который вы выкинете, да. У него вот этот мусор в голове. То есть вы к нему здесь подходите и говорите, слушай, Вася, давай бизнес с тобой мутить. А он смотрит на вас, смотрит туда, на прошлое, так, и говорит, да ну его нафиг, я не буду, я уже сдался, мне не буду, это не получится. То есть он, он-то сам по себе хороший как человек, но он просто не знает, как взять и стереть багаж. Он же не знает, он же мне не звонит, не спрашивает. Вот. Поэтому есть технологии научные, как можно сделать так, чтобы вот это все убрать, и чтобы вы, а раз у вас этого груза, гантелей этих у вас нет, и якорных, и корей тяжелых нет, то вам легче. Но даже, несмотря ни на все, это просто пример, да. То есть здесь вы можете человек, как вот, и вы можете его пробить, да, в хорошем смысле сказать, да ладно, хорош тебе в прошлое смотреть, давай сюда вернемся, смотри, деньги тут раз, и все, и вы его вытащили. То есть я к чему, что этот человек, он находится под грузом своих прошлых каких-то потерь, и он вот тогда в прошлом, вот тогда в прошлом, он принял какое-то решение. Деньги зарабатывать это плохо, я не смогу, если я вылезу, меня прибьют, деньги-то зло, да-да-да-да, вот этот мусор. И вот с этими идеями он живет в настоящее время. Но вы в состоянии, и любой человек в состоянии, прямо здесь и сейчас, сказать, так, бастер, бастер, я преуспеваю, я успешный, я хороший, я толковый, я лидер, я то, я то. То есть вы можете сами себя создать именно таким, каким вы хотите быть. То есть если вы говорите, я неудачник, я не могу, я не лидер, я не получается, эти слова имеют законную силу над вами. Знаете, если я вам скажу, что вы лидер, вы можете это не согласиться, но если вы сами себе скажете, что вы лидер, это закон. Мои слова и для вас не закон. Вот. То есть мои слова, для многих то, что я рассказываю, ну, Леха хорошо говорит, но дальше все равно не пойдут и ничего не сделают. И это не потому, что вы плохие, я плохие. Просто вы приняли решение, что, ну да, вы сами принимаете всегда решение. Поэтому способы, как выскочить из этого, это либо принять решение, либо нужда вас заставит. Я не знаю, уровень необходимости. Уровень необходимости заставляет сбрасывать вот этот рюкзак прошлых неудач. И вы начинаете действовать. Ну, хорошо, значит, не буду вас дольше задерживать, я и так очень много данных на свои не дал. Значит, все верно. Это, ребята, база. То есть если вы работали в серьезных предприятиях, это база. Если вы никогда с этим не сталкивались, то это научный серьезный подход в любом бизнесе. Плохой руководитель, который ни черта в этом не понимает. Ни черта даже не разбирается. Просто это труба. Хорошо. Значит, у нас сейчас сегодня будет важная встреча Лены Гордеевой. Не пропустите. Потом у нас еще будет сегодня презентация. Светлана Свистовская будет. Вы можете быстренько сделать сейчас Excel-ные таблички. И можете сегодняшний день взять как основу. Что хочу сказать. Сначала это вам покажется, у вас будет плющ, и вы не захотите ввести эти статистики. Вы забудете, вы заметите, что вы их не делали то, что надо, надоело, забыли, не отметили. Но просто проявите чуть-чуть дисциплинки, каждый день перед уходом в косну вы ее заполняете. И потом это будет, знаете, как детей. Помой руки, помой руки, помой руки. А он не моет руки. А потом он одного взгляда достаточно, он уже идет мыть руки, а потом он уже сам идет мыть руки. А если вы ему еще под микроскопом показали вирусов в крови, то он вообще больше, не, или в интернете паразитов, то он вообще бегает и моет руки, как ужаленный. Значит, иногда мне люди говорят такую вещь. У меня не получается. То есть люди мне говорят, Леша, знаешь, у меня не получается. Я ему говорю, слушай, а может быть ты не так что-то делаешь? Он говорит, ну да, наверное, я что-то не так делаю. Я ему говорю, слушай, может быть ты вообще ничего не делаешь? Он говорит, ты знаешь, вообще-то я на самом деле ни хрена не делаю. Я ему говорю, может быть ты пойдешь что-нибудь сделаешь? Он говорит, ты знаешь, ты чертовски прав, пойду-ка я что-нибудь сделаю. Статистика вам позволит посмотреть правде в глаза, что вы делаете или не делаете, сколько вы делаете, и отправит вас пойти в бодром энтузиазме что-нибудь сделать, что само по себе увлекательно, потому что вы можете сами себе ставить задачи, давай-ка я заработаю 100 долларов в день, давай-ка я теперь заработаю 200 долларов в день, а как я могу заработать 700 долларов каждый день, а как я могу выйти на доход 26 тысяч долларов в неделю. Я вам только что дал инструмент, я выложу эту запись этой презентации, этого обучения, так что вы сможете всегда это пересмотреть. Кому будет интересно, напишите мне, я вам рекомендую книжку на эту тему. Все, спасибо вам большое, книжку и заочный курс, который вы можете пройти, стоит там копейки. Все, спасибо вам, ребята, до новых встреч, каждому сделать сегодня по 2-3 регистрации, чтобы не было больно за бесцельно прожитые дни, часы, недели в вашей жизни. Спасибо. 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 Спасибо.